Всем привет! Совсем недавно всем пользователям Windows 11 стало доступно небольшое накопительное обновление. Ее сборка имеет номер 2200.527. Microsoft обещала лишь одно крупное обновление в течение года, но основные обновления являются мелкомасштабными, но все же они в себе имеют некоторый новый функционал. Это превью обновления, но все же каждый кто хочет себе его установить, может сделать это через центр обновления Windows. Сразу что бросается в глаза, это виджет погоды, который дублируется на панели задач, и при наведении мыши на нее мы сразу видим вылет окошка со всей информацией о погоде и прочих новостей. Если же у вас расположены кнопки панели задач слева, то погода будет у нас в скрытом виде, но все же вылетает при наведении мышки. Следующее нововведение это часы. Если вы используете два или более экранов, то теперь будут на каждом из экранов показываться часы. Мессенджеры для ведения трансляции также получили нововведение. Теперь на панели задач есть микрофон, который мы можем отключать или включать во время конференции. А также в два клика во время конференции можем открывать демонстрацию открытого окна. Кстати, эти нововведения доступны не во всех регионах, поэтому у многих может их просто-напросто не быть. Также обновилось приложение Блокнот. Оно не является новым, в принципе здесь все осталось по-старому. Просто, так скажем, обновлен дизайн. Здесь мы можем выбрать тему приложения, темную, светлую. Также окно может быть полупрозрачным, выбор шрифта также имеется. Уже давно стало известно, что Microsoft опирается не на функциональность при обновлении каких-либо приложений, а на их дизайн. Также добавлен новый проигрыватель под названием Media Player. Он призван заменить музыка-грув. Также он имеет возможность масштабирования картинка в картинке, что, кстати, очень даже удобно. На что также я обратил внимание. При воспроизведении видео проигрыватель имеет темную тему, а при воспроизведении музыки он имеет светлую тему. Вот такая вот интересная вещь. Также смена мелодии плейлиста доступна на экране блокировки. На самом деле этот проигрыватель является лишь одним из нескольких стандартных проигрывателей в Windows, таких как кино и ТВ, Windows Media Player и так далее. Ну и как обычно, это накопительное обновление несет в себе множество других исправлений, каких-либо косяков, допущенных ранее разработчиками Microsoft и прочее, прочее, прочее малоинтересное. А на этом все. Я также буду продолжать ждать изменения меню пуск. Я надеюсь, что разработчики Microsoft все-таки подойдут к этому вопросу и хотя бы каким-то образом вернут меню пуск из Windows 10, потому что в Windows 10 пуск был намного удобнее.